Санс, ну слушай, расскажи-ка мне, как у вас с сатаной отношения? Неплохие, наверное, да? Я так думаю, что вы должны были поладить. Я вспоминаю тебя во время бэттайма и думаю, что, скорее всего, у вас с ним что-то общее есть. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт и, о чудо, у нас с вами появилась просто беспрецедентная возможность побывать в Эндертейле в 3D. Причем в 3D вот в этом вот замечательном заведении. МТТ Ресортс, по-моему, оно называется, если я не ошибаюсь. Короче, ресторан Метатона. Вот это вот, вот это вот все мы будем сейчас исследовать прям вот с видом из глаз. Вот мы вот в риск, правда у нас нет ног, к сожалению, ну так уж вышло. Смотрите, в левом верхнем углу счетчик спрятанных тем. Короче, тут везде где-то попрятались тем, и надо их находить и искать. И, в общем-то, о, пожалуйста, вот первый, первый спрятанный тем уже найден. Давайте осматривать второй спрятанный тем. Тем, слушайте, это реально спрятанный, это называется спрятанный тем. Ты торчишь всем своим телом. Я вижу твою рожицу, я вижу твои ушки, я вижу твой животик. Я все в тебе вижу, я только сраку твою не вижу, потому что ты спиной повернулся. Но мне и того, что я вижу, уже достаточно. А здесь у нас Кэти и Бретти должны быть. А вот и они, да, я уж подумал, я их не вижу. Мороженщик, доброженщик тут, нихрена себе. Так, это у нас ценник идет. Ковбойская шляпа 350 золота. Таинственный ключ 600 золота. Пустой, пустое оружие 350 золота. Охренеть, пустое оружие. Нахрена мне пустое оружие, объясни мне. Че, я его собственным дерьмом заряжать буду. Джанкфут 25. Я, кстати, не помню, насколько точно эти цены соотносятся с реальным эндертейлом, но черт с ним, я не буду проверять. Ребятки, с вами можно пообщаться? Нет, нельзя, нельзя, увы, увы. Единственный недостаток 3D-шных персонаж... Смотрите, они... Она за мной следит. Это немного стремно. Я вам честно, посмотрите на эти упоротые глаза. Как-то когда за тобой вот такой вот следит, это несколько... Вы тоже, ребят, смотрите? Смотрите, все темы на меня смотрят. Вот это, наверное, обычные темы, а это спрятанные. Я правильно понял? Да, смотрите, кажется, я правильно понял. Хорошо. Обычные... Вот этих нельзя взять? Нельзя. Я не понимаю, честно говоря, почему вот этот спрятанный, а это обычный, учитывая, что, в принципе, я помню, когда зашел, я уже этого маленького теми вот тут вот видел. Доброженщик, дай... Да куда ты поворачиваешься? Мороженого дай своего доброженого, пожалуйста. Я хочу спрятанного теми угостить. Вот я найду спрятанного теми, дам ему мороженое, и он не будет прятаться от меня. Будем вместе с ним тусить, дружить. Дружить с теми, это же замечательно. Так, ну я так понимаю, тут делать больше нечего. Вот этот вот язык высунул свой. Эти ребята на меня смотрят, эти ребята на меня смотрят. Все на меня как будто хрен от смотрят. Чего вы все уставились? Такое ощущение, как будто бы я, знаете, в какой-то гопницкий бар на Диком Западе зашел. Знаете, когда ковбой заходит, и все на него пялиться такие. Это мне не очень нравится, поэтому я отсюда, пожалуй, пойду. Вот эту записочку мы прочитать не можем. Она только для Фриск. Хотя мы, наверное, играем за Фриск. Или за кого мы играем? Было бы странно, если бы... Это... Это как... Ондайн взяли так, перемололи хорошенечко в мясорубке. И сделали из нее указательный палец. Вот так я бы охарактеризовал то, что я сейчас вижу. Довольно стрёмное... О, Тэм, здорово! Не спрячешься от меня. Не спрячешься ты от меня, Тэм. Я буду вне... А вы, ребятки, кто такие? Так, это чё? Это клоун? Я вот такого персонажа чё-то не помню, блин. Я реально не помню, чтобы я играл в Undertale. Заходил сюда, и тут вот такой вот был замечательный добрый молодец находился. Ну, окей, хорошо. Значит, гамбургер. Там можно будет купить гамбургер. Там будет Burger Pants. Отлично. Вот я уже жду, не дождусь. Значит, динозаврик. Потом... Кошка Альфис. Я даже не знаю, как это охарактеризовать. И вот этот одноглазый монстр тоже, да? Почему у тебя под жопой замок или чемодан? Ты срёшь чемоданами или замками? Опять-таки, я не понимаю, что это. Уборщик! Здоровый уборщик! Давай я тебе помогу убираться. Заодно у тебя, может, спрятанную ТЭМ найду в ведре. У тебя есть в ведре спрятанный ТЭМ? Не, у тебя нет. Смотрите, уборщик за мной не следит. Вообще. И уборщику насрать. Единственный, кто не проявляет никакого интереса к моей персоне. А всё почему? А всё потому, что он, наверное, настолько уже устал от всяких мудаков, которые тут ходят и гадят ему на пол, знаете, всё, пачкают, что ему уже до одного места. Его уже не интересует. Сюда никуда нельзя? Сюда никуда нельзя. Нажмите H для помощи, кстати, внизу надпись. О, боже. Управление ВСД. Левая клавиша мыши взаимодействует. Выход Escape. H помощь. Инвентирование мыши. Так, все права. Звуки и музыка принадлежат Тоби Фоксу. Ну, понятно, понятно. Ладно, тут, в принципе, ничего особо интересного не было. Обычная такая, знаете, формальная копирайтерская текстовая информация. А мы проходим тем временем вот сюда. Вот тебя я, по-моему, помню. Вот, блин, мне кажется, я вот эту рожу видел. Не уверен, что прямо здесь в игре. Ну, наверное, так оно и есть. Автору игры-то лучше знать, чем мне. Я-то давно играл. Но, тем не менее, по-моему, я это видел. Так, хорошо. Здорово, приятель. Почему у тебя писька с лица растёт? Объясни. Вот этот вот кончик. Это что такое? Ты... Это что, голова Супер Марио, что ли, оторванная? Реально смахивает. Немного смахивает. Здравствуй, сатана. Как поживаешь? Как тебе наша питань? Санс, мать твою, Санс. Вот уж кого не ожидал увидеть. Хотя вообще, по идее, да, мы же с тобой тут должны хавать и беседовать, да? Санс, ну, слушай, расскажи-ка мне, как у вас с сатаной отношения? Неплохие, наверное, да? Я так думаю, что вы должны были поладить. Я вспоминаю тебя во время бэттайма и думаю, что, скорее всего, у вас с ним что-то общее есть. Наверняка вы поладили очень неплохо. А вот ты вот, чувачок, по-моему, я тебя видел в жаркоземье. Как мне кажется. Вот этот чувак, он реально в жаркоземье где-то вот тусуется. И, по-моему, с ним чуть-чуть можно побеседовать. Если я его ни с кем... Опа! Смотрите, спрятанный теми. Если я его ни с кем не спутал. Кстати, я... О, метатон, шоу метатона идет зашибись, ребят. Санс, давай посмотрим шоу метатона. Охренительное шоу метатона. Просто обалденное. Санс, смотри телевизор. Че-то на меня уставился, Санс. Ты видишь, че происходит? Ты видишь, че происходит? Статичная картинка, Санс. Прям как ты, блин. В тебе столько же жизни, сколько в ней. Ну, серьезно, ну, Санс, ну отвернись от меня. Ну, невежливо так глазеть, Санс. Ну, шо ж ты делаешь? Санс. Ну, Санс. Ну, бэттаймы невежливо. Глазеть невежливо. Че ты такой невежливый? Носки разбрасывать тоже невежливо, Санс. Бесполезно учить этого человека, этого скелета, точнее. Бывшего человека, возможно, не знаю. Так, дьявол. Дьявол, ну, ты-то уже должен быть вежливым, мне кажется. Ну, дьявол, ну, шо ж такое? Дьявол, ты реально какой-то... Ты не хороший дьявол, понимаешь? Ты не хороший. Хотя я думаю, что дьявола вряд ли расстраивает, потому что он не хороший. Вот этот единственный тоже не пялится на меня. Понимаете, вот обслуживающий персонал, сразу видно. Они уже так затрахались просто от этих монстров, людей, которые тут ходят. Вот это вот все заказывают в столике, да? Все следят на полу. Они уже на нас просто не смотрят. Они уже... Лишь бы вы все спетляли с глаз долой и куда подальше. Давайте зайдем. Бургер Пэнс. Здорово, тебя хотел видеть. Лучший работник месяца. Посмотрите. Ну, давайте, не знаю, хоть... Слушай, чувак... Бургер Пэнс. Черт побери. Я официально нарекаю тебя самым четко проработанным персонажем этой игры. Посмотрите, все анимации сохранили. На все эти рожи, вот которые он выстраивает, можно посмотреть прям в 3D. Вот жалко, конечно, что нет еще каких-то реплик, которые бы, знаете, облачком, как в комиксах подавались бы. Было бы вообще охренительно. Так, ну, значит, лучший работник месяца. Можно у тебя горчицу украсть? О, чувак, слушай, а можно ради разнообразия свою фотку сюда? Пожалуйста. Фриск тоже хочет быть лучшим работником месяца. Ну, чувак, ну, не жаловись. Посмотрите, какой он... Смотрите, какой он расстроенный. Он расстроенный, потому что я ему предложил такую гадость. Ладно, больше не буду. Все. О, Тэмми, чуть было не просрал. Хорошо, давайте выходим. Шесть спрятанных Тэмми, ребята. Шесть, мать его, спрятанных Тэмми. Я вот сюда могу попасть? Походу, не особо, слушайте. А к чему тогда вот это ЛМБ Интеракт? Ну, смотрите, ну, ЛМБ Интеракт написано. А, это что-то за... Что-то подглючило. Ну-ка, подождите. Оно не пропадает. Нет, оно... Оно не пропадает. Ядро. Смотри. О, пожалуйста. Седьмой спрятанный Тэм. И... И что? Все, что ли? Я все исследовал? Бургер Пэнс! Бургер Пэнс, это произвол. Что тут происходит? Где? Где дальше? Блин. Я еще... Ну, ладно. Это, конечно, тоже круто. Но я еще хотел немножко что-то посмотреть. Я хотел, может, в ядро пройтись. Может быть, было бы здорово. Ну, нет. Увы, увы. Судя по всему, тут только ресторанчик. Давайте еще, на всякий случай, я пробегусь и уточню. Мне кажется, что я мог просрать какой-то... Здорово, чувак, здорово. Да. Мне кажется, я мог просрать какого-то Тэмми. Вот здесь вот я... Да не, вы знаете их, наверное, реально. Санс, Тэмми не видел, не? Под столом не прячется, нигде, ничего? Нет? Ты уверен? Семь штук я нашел. Я почему-то думал, что их будет десять. Знаешь, круглое число, все дела. Так. Не, вот. Только Санс. Только Санс. Санс. Ты не хочешь переодеться в Тэмми? Я тебя возьму с собой тоже. Чтобы ты был восьмым. Серьезно, ребята. Давайте все переодеваемся в Тэмми, чтобы я нашел больше Тэмммей. Помогите кто-нибудь. Нету, наверное, да? Ну, давайте выходить наружу. В таком случае. Так. Бумажка. Вот это вот я, кстати... Вот этого Тэмми, который вот тут вот стоял в самом начале. Я его должен был, по идее, увидеть только после того, как выйду отсюда, наверное. Для того, чтобы поискать еще каких-то Тэмми. А мне повезло, я его обнаружил сразу. Так. Ну что, ребята, я могу вам сказать. Вот, судя по всему, и все. Да? То есть, вот давайте еще вот тут вот у Кетти и Брэти тоже пошляемся, на всякий случай. Всякий случай просмотрим тут полностью. Не, вот тут обычные... Ребятки, вы ничего не прячете, нет? Где Тэмми? Где Тэмми? Мне мало Тэммей. Хочу еще. Хочу еще. Что главный герой делает с Тэмми, с этими спрятанными, мне интересно? Я надеюсь, что он их там в рабство не продает, Тэммиевское. Ну, вроде бы нет. Короче, все, ребята. Вот и конец. Давайте вот метатон из... Не-не, какой метатон? На Сансе. На Сансе сейчас закончим. Сейчас подойдем к Сансу. Санс! Давай прощаться со зрителями. Ой, блин, бесполезно это. Просить? Я... Вот это... Это никто. Это, знаете, только Бенди вот в той вот упорутой игре. Бенди против Двуликова, где он руки вверх не изподнимает. Один Бенди прощается со зрителями. Другие вот, кого не попрошу, никто никогда со зрителями не прощается. Ну и хрен с вами. Я буду прощаться вместо вас. Но перед этим подведем небольшие выводы. Небольшие выводы по поводу того, что мы увидели. А то, что мы увидели, я считаю, это очень круто. Мне вот очень понравилось бродить, знаете, в стиле 3D. Ты как будто бы сам ходишь во всех этих местах, которые раньше ты видел исключительно, грубо говоря, на виде сверху, скажем так, в 2D проекции. Это, конечно, не совсем то. А вот так вот походить для разнообразия очень даже не дурно. Было бы еще классно, если бы появилась такая же игра в каких-то других локациях. Не в руинах желательно, потому что руины уже затерты до дыр всеми возможными и невозможными фанатскими играми. А вот, например, Сноудин. Вот было бы классно посетить Сноудин вот так вот в 3D, вот весь Сноудин, чтобы был открыт. Это было бы вообще зашибись, мне кажется. Но в любом случае, я вполне рад и тому, что увидел здесь. Согласитесь, это достойная работа. А на этом мы давайте заканчивать. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.